Днепропетровская областная администрация работает вплотную с волонтерами и ребята-волонтеры нам подали идею проведения этого проекта Мы очень долго думали, как же его назвать и название, в принципе, родилось после одного из телефонных звонков одному из участников сегодняшнего проекта в телефонной трубке прозвучала фраза «Так я можу» и, в принципе, с этого сразу же родилось название проект называется «Так мы можемо» Комбинезон вот такую, ребята, еще сумасшедшая Беленький-беленький Оль, давай, ну пожалуйста, ну проидь Ну, во-первых, уже снимаем и, во-вторых, вот ребят поддержать Они проявили такую силу воли Олька, 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 Олька Давай, записывайся Наташа, записывай Олю Да, да Иди, Олечка А я с тобой пойму тоже Вот это кадры исторические Советник главы Решил показать ребятам, что в обл. администрации тоже работают герои Тоже в Рыбе с Порошоком А я не могу И мои сообщения У нас работает уже почти полтора года Центр помощи участников АТО И мы общаемся практически каждый день С огромным количеством ребят К нам приходит до 100 человек в день Каждый рассказывает свою проблему Рассказывает свою историю И мы понимаем, что очень многим нужно просто внимание Внимания ребятам не хватает И поэтому такие проекты очень важны для того, чтобы показать возвращение в мирную жизнь Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну, я, во-первых, в самолете никогда не летал, а так же само с парашютом никогда не прыгал Я думаю, любой человек, который прыгал, он про это скажет Естественно, он забудет о всех своих каких-то, может быть, ранениях, здоровье и так далее Ну, я не могу просто словами выразить, спасибо людям, что такое организовали У меня женщина сказала Мази и так отбитые Еще и оттуда прийнешь А лишний удар об землю у меня не прибавляет Когда человек переступает через себя, через свои страхи, через боязнь, через все Значит, ему уже легче даже ту же самую работу найти Или поменять работу, или же начать новую жизнь с нуля Просто вот все перечеркнуть, что до этого было Кем он был до этого и может станет тем-то другим в новой жизни После АТО После АТО жизнь продолжается Я дедушка, внучка, оскільки три годика исполнилось Дочка, сын Занимался дайвингом Ну, сейчас после травмы у меня пуля через ухо пройшла, в голове застряла Сейчас не могу нырять Вот, вот так мы сидим на инструкторе Понятно? На инструктор выпрыгнуть Мы выпрыгнули, ложимся вот так Горезон там, инструктор в голову на репаркетчан Ручки расставляем Вот, расставляем и летим Призвали 13 мая 2014 года А 6 июня мы уже ввошли в АТО Это под Волноваха начали были Потом Старобешево 5 августа я уже был под Иловацьком Виходили, дали команду, что будет коридор Но коридора никакого не сделали Лупили так, что 6 дымка вставало Под Старобешево в нашу колону Розстреляли, как в тире Там от получил ранение в голову Мога, три пули и четыре осколка Ну и потом 1 сентября попал в пленку В плену с 1 сентября по 21 сентября 22-го нас поменяли 30 на 30 Потом Мечникова 26-го операции В Киев пішла информация, что я 200-й В том, что я без вести пропавший А я в плену был Когда женщины позвонили и сказали, что вот так вот Представляете, а тут бабах, я вот звонюю Дали позвонить Сонечка, привет Она не поверила, что это я Просто не поверила Редактор субтитров А.Семкин Сонечка Анатолий Анатолий Охо! Охо! Оцепляй! А? Сого? Вот, 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 вот. 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 Вот, 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 вот. Давай, руку, встаем. Все уже. Держи пяти! 6 июня попали в зону АТО, дали точку, 17-й блокпост, ну и проходила служба нормально и в ночь. На 3 июля четыре машины бронированных, ну решили пройти через наш блокпост, мы приняли бой. Ну в итоге во второй машине начали доставать их раненых и у одного оказалось граната уже. Когда я в реанимации в Мечниково открываю глаза, но рядом стоит жена, а у меня нет глаза, ноги все перебиты. Я боялся этого момента, что скажут она, как воспримет. Но она уже знала, потому что из Запорожского полевого госпиталя уже позвонили. Главное, что живой, а все остальное это мелочи. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Добро пожаловать на родную землю! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 2 сентября я попал в зону АТО, где в Артемовске получили танки, ну, и нас вывезли на позиции. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА После боя вывезли сначала в Светлодарск, попал в Артемовск, с Артемовска, в Харьковский госпиталь, с Харьковского уже в Днепропетровский госпиталь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Дочка сильно плакала, переживела, как ты, это первое слово, как ты на работу будешь, а не... Ну, так было. Потом протезирование, реабилитация, и так уже оказался с искусственной нагрой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Там, в Луганске родом, жил в Луганске, занимался, работал. Потом Майдан. До конца не получилось добыть на Майдане, пришлось ехать домой, к себе на Майдан, в Луганск, вот, и уже там защищать от оккупанта свою родную землю. Батальон не получилось полностью сформировать. В августе я перешел в 42-й батальон территориальной обороны, сброни силы, и сразу же отправили нас на Саурмогилу. Там первые ранения, контузии. Потом по возвращению в Саурмогилы, через два дня нам дали отдохнуть и отправили в Луганск. Там была авиакатастрофа, разбились, получил тяжелые травмы головы, грудной клетки, контузия был доставлен в полевой госпиталь Запорожья, потом в Мечниково, с Мечниково в госпиталь Ленипропетровский, затем в Одессу в госпиталь. Оттуда так и недолечивши отправили в часть, ну а в часть ее уже я сильно не нужен был после госпиталя. Многим ребятам очень тяжело после того, я не знаю, я нашел чем не заниматься, более активно начал заниматься спортом. Очень тяжело просто сидеть дома и ничего не делать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова До того я учился, ходил на стадион, болел за футбольный клуб Днепр, занимался боксом. Все говорят, что ты не жалеешь, что стал инвалидом. Я говорю, что я благодарен судьбе, что получилось так, что с такими парнями воевал вообще, и что знал тех погибших. И буду знать, и буду ценить вообще, я им очень всем благодарен. Мы приехали в село такое, Широкино. Когда мы были на своих позициях в окопах, что близко подъехал вражеский танк, и начал по нам обстрел. И попал к нам в блиндаж, и так получаешь осколок оттрикошетил от моего бронежилета мне под руку. И вот так я получил ранение. И потом парни мне помогли вылезти с окопа, и довели до машины, до ближайшей. И меня вывезли в Мариуполь, и доставили в больницу. Меня все время поддерживали моя девушка, мои родственники. И нормально потихоньку все стабилизировалось. Как бы сейчас доучился, получил диплом. И мягкое, мягкое приземление. Ничто, Сиреня. Бомба. Это да. Все. Азов рулит. Молодец. Сам пришел в военкоманду. 25 марта. Еще что-то не было. Дал клятву. Сужить народу Украины. А 27-го нас отправили в Артемовск. То есть, с корабля на бал. Ну а дальше базовый лагерь. Славянск, Краматорск. Аэропорт Краматорск. Потом Дубальцево. Учились воевать мы. Учились воевать наше командование украинское. Учились воевать пехотой. И одновременно воевать артиллерией. Ну а что такое учеба? Это смерти, ошибки. До этого, до армии, я боялся высоты. Боялся высоты. На вертолете летел. Когда вывозили с Артемовского. Так было красиво. Мне так понравилась высота. И сейчас как раз поднимались на самолете. Так классно. Я весь в улыбке такой. До себя 32 зуба. Улыбался. Сам себе ставишь какие-то задачи. Ты должен их выполнить, выделить, сделать. Вот это вот. Надо сам себе что-то доказать. Что ты не инвалид. Рассказывай сначала, что там было, как ты спасся. Да нормально. Спасали хорошо. Очень важно показать, что ребята стремятся изменить свою жизнь. Изменить ее к лучшему. И самое главное о том, что военные, которые возвращаются обратно домой, это не пассив. Ребята прошли черту невозврата. И сегодня им нужно и самим себе, и окружающим доказать о том, что они могут быть лучше. И самое главное, они готовы менять жизнь не только для себя, но и для людей, которые их окружают. И на самом деле для них уже существует совершенно другая Украина, новая Украина, которую они себе уже видят. И они знают, как они в ней будут жить. У нас мощная поддержка губернатора Валентина Резниченко. Он работает с волонтерами. И мы нацелены на то, чтобы проводить изменения. И у нас есть своя цель, которую мы готовы достигать. И самое главное, нам дают возможность работать с этой целью. Валентина Резниченко Валентина Резниченко Валентина Резниченко Валентина Резниченко Валентина Резниченко Валентина Резниченко Валентина Резниченко